У Александра Павловича никогда не было проблем со зрением. В свои 60 он не носит очки, и единственное, что его беспокоило, это возрастная дальнозоркость. Но все изменилось в одно утро, когда мужчина не смог открыть глаза. Веки сильно опухли, и появилась режущая боль. Позже выяснилось, что это конъюнктивит. Александр Павлович заразился им от собственного ребенка. У малышей в детском саду произошла вспышка этого заболевания. Пока заботливый отец лечил своего ребенка, закапывая капли и нанося мазь, вирус через руки попал и в его глаза. Проснувшись утром, я обнаружил, что у меня левый глаз очень слипся и красный. То есть, я понял, что что-то случилось. И я направился в поликлинику на прием к врачу-офтальмологу. Конъюнктивит – одно из самых распространенных заболеваний глаз. Трудно найти человека, у которого хотя бы раз в жизни не появлялись бы характерные симптомы – покраснение и раздражение глаза, слезоточивость. Поэтому бытует мнение, что конъюнктивит – заболевание несерьезное. Покраснел глаз, зачесался, завтра само пройдет. Но это далеко не так. Лечить конъюнктивит надо обязательно, серьезно и квалифицированно. Если говорить об официальной статистике, то мы говорим о статистике в Семьерной организации здравоохранения, которая считает, что в год конъюнктивитами болеют порядка 26,7 миллионов людей. Конъюнктивит – это воспаление слизистой оболочки, покрывающей склеру и внутреннюю поверхность век. Причины возникновения конъюнктивита могут быть различные, но самые распространенные – это вирусные и бактериальные инфекции, аллергические реакции и синдром сухого глаза. Мы оцениваем, прежде всего, состояние конъюнктива. Вот это вот то, что называется, ну, в простонародье говорят «белок глаза», хотя, конечно, это неправильно, но вот эта вот белая часть глаза и, оттягивая чуть-чуть века, мы видим, опять же, воспаленную часть конъюнктива внутри глаза. Это называется конъюнктивитом, то есть воспаление вот этой белой части. Характеризуется, прежде всего, покраснением. Пациент говорит, что у меня покраснел глаз. И вот наша задача посмотреть, действительно ли это только конъюнктивит, то есть только ли воспаление вот этой белой части. Конъюнктивит может быть вирусным, бактериальным, аллергическим или хроническим. Вирусный, или, как его чаще называют, аденовирусный конъюнктивит, обычно сопутствует респираторным заболеваниям и передается воздушно-капельным путем. Бактериальный конъюнктивит вызывается бактериями, чаще всего стафилококками и стрептококками. Основные признаки, отличающие бактериальный конъюнктивит от других разновидностей этой болезни – отек слизистой оболочки глаза и гнойные выделения. Возбудителю имеют некоторые характерные особенности, но, тем не менее, все бактериальные конъюнктивиты можно их объединить тем, что проявление, то есть свойственно для этих конъюнктивитов наличие довольно обильного гнойного отделяемого, выраженное гиперемией слизистой, то есть покраснение глаз. И с самого начала обильное, как я уже сказал, выделение, которое могут даже мешать открывать глаза, то есть пациенты жалуются, что слепают по утрам веки. Вирусный и бактериальный конъюнктивит обычно поражают один глаз, но могут легко и быстро перейти и на другой, особенно при несоблюдении элементарных правил гигиены. Аллергический конъюнктивит возникает обычно как одна из множества аллергических реакций организма. Этот вид заболевания носит в основном сезонный характер. Как правило, аллергический конъюнктивит поражает сразу оба глаза. Помимо обычных для конъюнктивита симптомов – покраснение глаз, зуд и жжение, слезотечений – при аллергическом конъюнктивите часто наблюдается отек век. Трудно очень передать те ощущения, которые испытывает пациент. Как правило, что он говорит, когда приходит к врачу? «Доктор, у меня вот так вот чешутся глаза, мне очень хочется вот так почесать глаза». Вот этот зуд – это самая основная жалоба пациента и самый основной симптом. Ко вторым симптомам – это покраснение. Покраснение, как правило, характерно, опять же, в сезон. Либо человек сделал что-то, понюхал цветок, закапал себе капли, съел новое блюдо. Через два часа у него покраснел глаз. Это тоже аллергическая составляющая. У пожилых людей чаще всего конъюнктивит проявляется в виде синдрома сухого глаза. Недуг может быть как врождённый, так и приобретённый. Это связано с тем, что слезы вырабатывается недостаточно, либо она не того качества. Кстати, эта разновидность заболевания наблюдается и у молодёжи. Когда просто человек погружён в атмосферу так называемого офиса. Отсюда ещё одно название – офисный синдром. Когда мы работаем под искусственным освещением целый день, когда окна практически не открываются, когда воздух в помещении поддерживается только с помощью кондиционера, это чувство сухости тоже лечится. Опять же, здесь нужно обращаться к офтальмологу, который выберет необходимые капли искусственной слезы и соответствующее лечение. Диагностика конъюнктивита проходит на щелевой лампе, которая позволяет врачу определить степень поражения слизистой оболочки глаза. Вверх посмотрите, вниз. Отлично, можно отклониться. Ну вот сейчас у нас проходит осмотр пациента, пациент, который обратился с вирусным конъюнктивитом. Для осмотра и вообще для определения диагноза конъюнктивита нам прежде всего нужно что? Нам нужны жалобы пациента, которые пациент чётко объясняет, что с ним произошло, есть ли у него отделяемое, есть ли какое-нибудь чувство почёсывания, зуда и самое обидное, и главное, это боли. Для осмотра пациента нам нужна щелевая лампа. Она есть в любом офтальмологическом стационаре, в любой офтальмологической поликлинике. И только с помощью этого микроскопа мы можем действительно посмотреть, какие есть воспалительные заболевания, какие есть изменения на поверхности глаза. Естественно, лечение конъюнктивита зависит от его вида. Бактериальный конъюнктивит лечится обычно с помощью глазных капель и мазей, содержащих антибиотики. Сначала мы назначаем антибиотики широкого спектра действия, но при наличии вялой положительной динамики, слабой положительной динамики, желательно брать мазок со слизистой, то есть сделать бак-посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам. И, соответственно, при получении результата такого анализа мы конкретно уже воздействуем на того возбудителя, который вызвал это состояние. От аллергического же конъюнктивита, относящегося к сезонным заболеваниям, избавиться практически невозможно. Добиться ослабления и облегчить состояние пациента, по словам врачей, помогут холодные компрессы и капли искусственной слезы. В более тяжелых случаях назначаются противовоспалительные и антигистаминные препараты. Это общее лечение, то есть это лечение, консультация лечения у аллерголога, применение антигистаминных препаратов внутрь, и местное использование соответствующих препаратов противоаллергических, которые включают в себя и антигистаминные препараты, и также дезинфицирующие и другие препараты, которые снимают и воспалительную, и реакцию, которая бывает при данных состояниях отек слизистый. Лечение вирусного конъюнктивита, помимо назначения противовирусных капель или мазей, обязательно должно включать меры по восстановлению и укреплению иммунной системы пациента. Если конъюнктивит возник вследствие острой респираторной инфекции, то в первую очередь необходимо лечение основного заболевания. При подозрении на вирусный характер заболевания делают также анализ на вирусы ПЦР. В общем-то, это довольно информативное исследование, то есть также берется мазок со слизистой и делает реакцию, которая носит название ПЦР, и выявляется вирус либо простого герпеса, что бывает довольно часто. Обычно конъюнктивит легко поддается лечению. Однако некоторые его формы, а в частности вирусный и бактериальный, нередко влекут за собой серьезные осложнения. Так случилось и у Александра Павловича. На первичном приеме врач назначил мужчине закапывать капли, принимать противовирусные препараты в течение недели. За два дня у него полностью спала краснота. Решив, что все прошло, он бросил лечение. Но спустя некоторое время болезнь вернулась с новой силой. Александр Павлович заметил, что у него стало резко снижаться зрение, появилась пелена перед глазами. С большим усилием врачам удалось восстановить потерянное зрение. Но на месте воспалительных очагов появились помутнения, которые значительно снижают качество зрения мужчины и приносят ему огромный дискомфорт. Теперь я чаще хожу на прием к врачу, проверяю зрение, соблюдаю все рекомендации и довожу, если что-то случается до конца, все эти профилактические работы, и очень строго соблюдаю правила гигиены. Потому что больше не хочется болеть долго. Профилактика вирусного и бактериального конъюнктивита сводится главным образом к выполнению обычных правил гигиены. Необходимо чаще мыть руки с мылом, не касаться руками лица и особенно глаз, пользоваться индивидуальными полотенцами. Вместо носовых платков лучше использовать одноразовые салфетки. Профилактика – это прежде всего соблюдение правил личной гигиены. Потому что, как я уже сказал, очень часто бактериальные и вирусные конъюнктивиты передаются контактным путем. Поэтому мытье рук и, соответственно, отдельные туалетные принадлежности это касается особенно при наличии ребенка или любого человека в семье, который перенес или в данное время болеет конъюнктивитом. Недаром, говорят, глаза – зеркало души человека. Они отражают наш внутренний мир и являются нашей визитной карточкой. Не позволяйте глазным заболеваниям лишить вас удовольствия видеть этот мир во всех его красках и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова